Сотрудники Люберецкого музейно-выставочного комплекса проводят по Малаховке тематические экскурсии. В течение многих лет они привлекают не только местных жителей, но и гостей городского округа. Мы с вами начинаем маршрут с владельцев южной части Малаховки. Вообще дачная Малаховка начиналась с железнодорожной станции. Движение по нашей Московско-Рязанской, впоследствии Московско-Казанской дороге, открыто в 1880 году. Первые дачи здесь появились в 80-е годы XIX века. Живописные места, удобное расположение и непосредственная близость с Москвой привлекали любителей загородного отдыха. Малаховка помнит имена известных художников, актеров, музыкантов и писателей, которые коротали здесь теплые летние вечера. Были такие, кого посещение Малаховки натолкнуло на новые идеи, новые какие-то творческие задумки. Например, Леонид Андреев начал писать пьесы после посещения Малаховки. Именно прогулка по нашему поселку в темное время заранила в нем мысль создать пьесу к звездам. В начале 20-го столетия рядом с Малаховским озером построен кирпичный дом в стиле модерн. В нем жил и работал писатель, поэт и организатор Московского литературного кружка «Среда» купец Николай Телешов. У него в гостях часто собирался весь цвет отечественной культуры. Гелеровский, Бунин, Бахрушин, Вересаев, Шаляпин. Помимо писательской деятельности, Телешов, которому принадлежала большая часть Южной Малаховки, вел и общественную. Николай Дмитриевич понимал, население растет, а значит, необходима школа. Ранее это Красково-Малаховское среднеучебное заведение для детей обоего пола. Первая в нашей стране сельская гимназия совместного обучения. Инициатива построить здесь образовательное учреждение принадлежала первому главврачу Красковской больницы Михаилу Леоненко. Идею подхватил и Николай Телешов. В 1909 году на месте будущей школы заложен первый камень. Прошло больше ста лет, а учреждение работает и сегодня. Это средняя школа номер 48. С Малаховкой связано имя и марка Шагала. В 20-е годы художник преподавал рисование воспитанникам детской еврейской колонии имени Третьего Интернационала. Это дети-сироты, беспризорники. Многие из них потеряли родителей в годы гражданской войны. Сюда работать Шагала направил нарком просвещения Луначарский. Художник проживал в нескольких минутах ходьбы от детской колонии, которая размещалась в бревенчатых домах дореволюционной постройки на пересечении нынешних Центральной и Республиканской улиц. Сегодня на их месте находится школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень часто приходится слышать фразу, ну вот мы живем и ничего не знаем о своем родном поселке. Ну как раз это и прекрасно, что люди задумываются о том месте, где они живут. Есть такие, кто недавно переехал, вот мы здесь не так давно живем, хотим узнать, что за место. Прекрасно, что люди так мыслят и так к этому подходят. Экскурсию по Малаховке сотрудники музейно-выставочного комплекса проводят регулярно. Тематика путешествия во времени разнообразна. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.